4 глава, 18 сетей. Если праведники едва спасаются, то нечестивый и грешник, где я? Две тысячи лет эти слова. Сегодня так, кто бы ни умер, церковь отполит. Я ни разу не слышал, чтобы люди, пришедшие в храм, рыдали. Ах, вот хороним, а человек не верил в Бога. Или вот он верил, а он не исполнял. Горе такое, ни разу не слышал. А вот горе, в аварию попали, во что-то сроки погибли. Ну тут уже говорят, что дети маленькие остались, заботятся. А о том, что человек жил, не почитал Спасителя, жил не по писанию, ни разу нигде. И ни один священник этого не слышал. А вот эти-то слова, если бы там, где отсевают, повесили, что читать можно их. И если править их. А кто такой праведник? Это человек, исполняющий заповеди Божии. Человек, ревнующий о спасении. Ни одного лишнего чата не спит. У него ничего лишнего нет. Подает милостыню. Посещает тюрьмы. Ходит за больными. И едва спасается. Мы не можем сказать, что он легко спасается едва-едва. Слово едва, вы понимаете? Это вот вылазит человек из ямы, и уже руки отробивает. Или повезет, где-то на карнизе сорвался, крышу крылья. И говорит, едва-едва вылез. Мне сил не хватало. Куда это учение делалось сегодня? Все спасаются. Помяни, Господи, рабатую во царстве Твоем. Все. Деньги забрали, иди, душа. Праведник. Хороните праведника. Да нет уж. Куда нам за праздниками не угнаться? Ну-ка, все. Как все. А как хороните? Ну-ка, положено. А ведь если бы глаза-то открыли, что душа уже в аду, как у того богача Христос говорит, и он теперь жаждет каплю влаги, а может капли нету, а мочил конец сердца и прохладил, даже про капли-то не говорится. Вот когда работаешь на солнце, да у нас какая температура, по 35, редко бывает, жара, и много потеешь, и вот холодную воду дадут. Ну не напьешься. А если еще коснется душ, пойти отмыслить. И сразу вспомни, Господи, а как же будет там, где нет ни одной капли влаги, и ни на день. У богача не было надежды никакой. И он не сказал, у меня пять братьев, пусть он им скажет, чтобы помолились за меня, чтобы вылезли меня отсюда. Нет. Это люди все придумали. По-евангельски, только так, чтобы сказать, чтобы они не попали в это место мучения. Моё дело закончено. Я горю и горю и горю. Огонь и гасимый. Дилемма. Дилемма, значит, вечно возрождается. Праведик едва спасается. Вот те пустынники, которые имели этот страх, как сильные делители, а не ум, держали в алаге. И спрашивали, спасешь ты или нет? И все спасутся, а белья поднимут. Или они на себя это напускали, или они это чувствовали действительно так. Но ощущение, что это было, что нам говорят остальные места Писания. Другие места. Сирахов, 26-27. Купец едва может избежать погрешности. А торчевник не спасется от греха. Едва. То есть если человек покупает, продает, а между куплой и продажей сторгается грех, сирахов, едва может он не согрешить. А который торчевой заведует, торгует водочами, табаком, погибшей совершенно не спасется. А сколько же таких? Да все эти годы, 91-го года, патриархия торгует папиросом. Каждая шестая папироса идет через церковь. Беспошлино. Я недавно узнал, сколько поступило товаров. 20 тысяч тонн. И куда эти деньги пошли? За. Жертвы. Зает им. Участвует ли из них в прибылих. Речь идет о миллиардных состояниях церковных служителей. И говорят о том, как хорошо быть бедными. Я не оспариваю. Но бедность обречена очень часто на ропот. Вот так не хватало. И я думал, где-то если ты благодаришь, тогда бедность это пойдет во спасение. Пророка Моц, 4 глава, 11 стих. Производил я среди вас разрушение, как разрушил Бог Содом и Гоморру. И вы были выхлечены, как головня из огня. И при всем том, вы не обратились ко мне, говорит Господь. Эти слуха вообще нигде нет. Все спасаются. Вот эти люди, которые на фронте были, он фронтовист. А этот в Чечне были, в локальной войне, его отпевать надо. Каждый год архиерея отпевает сам у адемиста. Каждый год идут с свинками, фотографируют их. Священники идут с кодилами, Маша, такого вокзала стоит, Маша. Там ни одной кости нету. Там никого нету, пустое место. Какую насмешку дьявол устроил сегодня. И желают Царство Небесное, кому не знают, а всем погибшим за Родину, за Отечество. Это даже и не безумие. Один раз Андрею и Еродиуму было показано, когда хоронят люди и говорят, ой, какой хороший человек, помогал. Он такой увидел дьявола, который хохочет и говорит, будьте вы проклятие христиане. Человека достойного всякой казни. И вы говорите, Царство Ему Небесное, упокой в обителях небесных. Дьявол хохочет. Послание Иуды, 1 глава, 23 стих. Других страхом спасаете, и сторгая из огня. Обречайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая отвернена в гостью. Человек спал в глуп. Ну с кем не бывает, молодой человек. Ты одежды твоей нигде не должен, ни родных нигде прикасаться. Внушаясь даже одеждой, которая отвернена в гостью. Да у меня другая, это я постирал. Не имеет значения. Ты пьянец, и ты валялся. Ты потерял образ Божий. Какой ты имелишь право присутствовать на литургии верных. Это верные так поступают? Ты сам на себя наложи и пить и мью. Солом 72.2. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не пошатнулись стопы мои, я позавидовал безумным. Едва. Мы все время на едва. Вот Давид это понимал. Живут грешники, смотри, как у них успешно. Живут должности большие. А я, едва не позавидовал. А едва не позавидовал, едва не погиб. Не завидуй никаким миллиардерам, олигархам. Они уже сегодня, может, в аду пропитаны. Самопелец пишет 180-87. Едва не погубили меня на земле. Моя не отступила повеление твоих. Чтобы не погибнуть, надо держаться за повеление Божие. Ответ находим мы. Повеление. Чтобы не соблазниться, не позавидовать, не отступить, вникай в Слово Божие. Притча Соломона 5.14. Едва не впал я во всякое зло. Среди собраний. Среди верных. Едва не впал. Это понимали люди святые. С тобой такое состояние было, что едва-едва не впал. Был соблазн. Прошел по кромке. Прославь Бога. Вот рядом был с грехом, и я удержался. Прославь Бога. Ангел помог тебе. Исайя 40.24. Идва они посажены, едва посеяны, едва укоренились. Укоренился земля. Волк их. Как только он вдохнул на них, они высохли и вихрь унес их. Это каждый может быть. Это при смерти дошло Господь и все. Сходил в баню, все десерство больно. Переработал опять. И когда-то оно кончится, эта машина-то работает, работает, но мотор-то где-то задыхается. И все. Считаешь, знатные люди, первый космонавт, вожди. Прекрасно. Но где они сейчас? Ему это надо, а ему слабо, ему памятник, ему этого ничего не надо. Умирает человек, и вслед его идут дела за ним. И праведники едва спасаются. Где эти космонавты, которые умерли в Витрии Вишинске? Где эти губернаторы, мэры, которые ни одной секунды не имели покаяться? Бог внезапно взахнул и засохло, и вырвал. Лука 10.30. Едва не погиб, тоже говорит о погибеле. Деяние 14.18. О том, как народ готов почти человека за Бога пожить. И мы едва убедили их, чтобы они приносили жертвы. Я к тому смотрю, что слово едва, это означает, надежда есть, а почти не такое, такая меркающая. Вот у нас нет как-то понятия такого, что то, что сказано, оно непременно сбудется. Что сказано, оно наверняка. Зато, говорит, большую часть священства погибает. Но мы не можем этого опровергнуть. Ему, значит, открыто было. И Писание это говорит. И вот сегодня 70, допустим, больше 100 архиевеев, 150. Скажите, как вы думаете, хоть один погиб? Как погиб? Да это же архиевей. Я под один за это написал, а верующий ли он, епископ? Так меня со всех стало долго. Это вы, как могли сказать, это же епископ. Даже вопрос задать о нем не для верующих. А если бы я сказал, а спасется ли он? То мне уже не жить. А сказал бы, епископ этот будет в воду по всей вероятности. Дело Божие не делай. Тогда бы меня прокляли. А без затрудствия, большая часть. Вот 150 пополам подели и маленько прибавли еще. Только больше не знаем. Серафим Харовский видел почти все поднившие. Как мы должны за батюшку молиться? А вот если не спасется он? А он исповедовал нас, слушал, старался, работник был, не пьяница. Никак от других священников. И он не спасется, если верности не будет. Если праведники едва спасаются, то священников он намного труднее спастить. Матфея 7.13. Честные врата, ведущие так, что небес. Но широки врата и пространный путь, ведущие в погибель, и многие идут ими. Пространные, широкие. Сегодня-то это влучение нигде нет. А как? Спасаются в аптисе. Ну, так они же во Христа верят. Вне церкви совершенно. Немало не сомневаются даже послупцы. Ты ищет, видите, послупцы. А что, по-твоему, мусульмане погибнут? Там, знаешь, какие люди хорошие, так они много жертвуют. А как праведность получается? Через жертву Иисуса Христа. Через причастие. А ведь люди, которые ничего этого не имеют, у них надежды вообще никакой не должно быть. Осознание-то этого нет. 2 Петра 2.18. Такие люди, как едва ставят находящихся в заблуждении. Это речь идет о верующих. Третья книга, Елтель 3.10. Едва не все погибают. Написано в Библии. Как надо быть внимательным к тебе. А спасусь я, но только бы не погибнуть. Все время повторяю. Господи, хочу служить тебе, только бы не погибнуть. Лука 13.23-29. Ученики спрашивают. Господи, неужели мало спасающихся? А Христос бы сказал, много спасающихся. Главное, чтобы помолились за них, когда умрут. Ответа Христа не был таким. А Он говорит, подвязайтесь войти сквозь тесные ворота. Постарайтесь. Либо многие поищут войти. И невозможно. Когда поищут? При жизни, после смерти. Но это определенные слова Христа. Искать будут. А кто ищет? Спасение все ищут. Все, которые признают Христа, не признают буддисты. Поищут. А ответ невозможно. Так а что это навсегда? Не знаю. Но Писание так говорит. Я пока что смотрю, что в Писании говорится. Вот слово «кающийся грешник» встречается в Писании 112 раз. Или в одобрительном смысле. Кающий, обращайтесь, молитесь, закрепитесь. Число 32, 14. И вот вместо оттол ваших восстали вы. Значит, отцы-то наши были коммунисты, а мы-то хорошие, наверное. А Господь говорит, отродни грешников. Прям ругать. Чтобы усилить еще ярость гнева Божия. Мы отродни просто грешников. Отцы наши грешили. Так и у них Евангелия ни одного не было. Вот какое имя мы можем еще получить. Солом 94, 11. И потому я поклялся во гневе моем, говорит Господь, что они не войдут в покой мой. Об этом Павел говорит к Евреям 3, 11. А потом Евреям 4, 3 говорит, отходим в покой. Мы, уверовавшие я, они не вошли в покой. И проценты очень маленькие, на 600 тысяч, только два человека. Мы должны просто крестить буквально, спасусь я или не спасусь. А не так, что пришел в субботу, не пришел, молился дома, не молился. Ну, вроде как-то я считаю сверхуще, но не другие, а так соседние деревни-то. А ведь надо мерку-то иметь, смотреть по Евангелию. Бытие 18, 23. Неужели ты, Господи, погубишь праведников, счастливыми? Вопрос-то мне тоже такой можно задать. Вот много нечестивых, а праведный один. Спасется, в городе отсюда праведник, а весь город спасется. Такого не видно. Там не два, а больше было. И не спаслись. А что такое нечестивый? И счастливый грешник где явится? Слово нечестивый с Писанием встречается 307 раз. И вот начинают смотреть. И ни разу, нигде доброжелательного отношения к нечестивым нет. И сразу вопрос, а я хоть немножко похож на праведника? Или может я закоренел и нечестивец? Нечестивец, поступающий бесчестно. Человек, который все делает вопреки совести, не по правде, не по закону, оправдывает свой грех. И потом человек не понимает это. Нечестие это не злодеятельство какое-то. Это отступление от датуры Божьей. Серах 12.6 Нечестивым Господь воздаст отмщение. И 2 Петра 2.6 Господь, говорит, Содом, создал, истребил, и превратил в пепел, и показал пример будущим нечестивцам. А сегодня сколько официально регистрируют, всех меньшинств, он называет, и в городе. Они устраивают где-то и парады отдельно. 3.7.2 Петра. Господь готовит этих людей на день суда и погибели нечестивых человеков. Иуда 1.15. Чтобы сотворить суд над нечестивыми. Римлянам 1.18. Открывается гнев Божий на всякую неправду и нечестие. А ведь эти вопросы-то надо разрешать у гроба каждого человека. Цитут 2.12 Отвергнув нечестие, умертвим похоти. Отвергнуть нечестие, их надо знать. Умертвить похоти, это борьба, потом большая борьба. И Евреям 12.16 Чтобы не было между вами блудика или нечестивца, который, как и сад, за одну смесь отказался от первородства. Апостол Петр не по научению в родинской школе не имел то, что он сказал, а прямо по наитию от Духа Святого. Нечестивый где явится? И все спрашивают, а какой ответ? А мы можем сказать, что это настоя, а нечестивый, где он явится? Если праведники вот идут, видели, на суде Божьем, один за другим падают с лестницы, не доходят, гласят мутарств идти. Ну ты можешь не верить в это. Ну по-другому как-то понимаем, но эти слова нельзя понять иначе. Праведники едва спасаются. Праведник это омытие крови Христа, принявший крещение, причащается у святого причастия. И едва спасаются. Как мы должны помогать друг другу? Никакой обиды на замечание не должно быть. Самое маленькое замечание сделаешь за собой, смотри. Только завтра что-то. Да я себе хотел хорошо сделать, сказать. Ты все решай по местным законам. Вы знаете, вчерашняя какая беда. Копнителем, железом замкнулся олове в провода. Как он не убит был, никто не знает. Мы сегодня в сироке уже дети сидели. Как не вспыхнуло, все не знают. А у кого-то погорело. Я уже позвонил юристу. Я знаю, в городе было. Все суды выигрышные до одного. Всем все оплаты полна. Теперь только одно впадай, как умоляй, прости, я 10 тысяч шталантов должен. Это еще и оправдание какое-то ищем. До тебя стояло? Стояло. Ты поехал, не смотрел. Где провода низкая, нигде написано, какой высоты может быть. Да ты, около тебя, около дома, почему же ты это не сделал? До тебя все было нормально, погорели машины где. Сегодня же постарайтесь собрать. Спать не ложитесь, разрешите этот вопрос. Не расхлаждайте это нечестие. Человек это сделал и не осознает, выходит. Помогите ему правильно осознать. Ты это сделал, ты. В каждый дом пойди, попроси. Потерпите маленько, заплачу. Нет, простите. Это нечестие нас потопит. И в любом вопросе, где бы что ни было, сразу раз с выгодой для себя. Вот оно где у нас нечестие. Притом это не один, не два раза. То пас потерялось, а там не было. Да ты же выгнал. И скотину домой не пригнал. Ты своя полная ответственность. Повторяю, я сегодня уже звонил юристу и спрашивал так. Все процессы, когда подают, а сейчас в городе дали напряжение, тысячи погорели телевизоров, холодильников, всем заплатирующим и студентам. До одного все процессы вылечено. Так что вы для себя имеете это в виду. Сегодня молитесь о том, кто это сделал. И как смотреть на это? Простить, не простить. Но помните одно. Павел говорит, неужели из вас есть ни одного благоразумного, что вы пойдете, судите с нечестивыми. Рассудитесь здесь на месте. Помолитесь об этом. Вот сейчас мы пришли, самое благодатное это время. Кончится служба, соберемся отдельно. Сразу же сделать собрание. Потому что в ночь с этим нечестивым ходить не надо. Но если вы не прислушаетесь, понесете вы ответственность. Аминь. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...